друзья всем большой привет мы приехали на дачу и хочу этот дачный влог начать с того чтобы показать вам небольшие совсем маленькие покупочки и так едут недавно было фамилии и прикупила вот такой вот салатник это и чем дым здесь не обращайте внимание тыквы лежали и вот так вот испачкали в общем необычное такое блюдо как мне показалось одной стороны простое с другой стороны очень интересно вот здесь внутри ну волнами такой идет и такой красивый темный цвет зеленый так дальше купила еще две вот таких вот пиалочки у меня есть тарелки из такой же серии вот видите как будто старая такая посуда потрескалась и купила две одинаковые такие пиалочки для того чтобы наливать соус в домашний соус сделать для шашлыка и также вот сюда можно какой-то другой соус или например вот аджика да у меня на зиму закрыта как раз можно налить в общем сюда я буду готовить салат некоторые салатницы у меня здесь на даче есть и будем накрывать красивый стол осенний стол также дома я испекла тыквенный пирог правда у меня не оригинальный получился у меня здесь тыква и морковка но в любом случае я думаю что он все равно будет вкусный смотрите фикс прайс покупала вот такую штучку с дырочками сверху и можно вот так вот посыпать сверху сахарной пудрой взяла ваша купила там вот такие вот две декоративные тыквы все декоративные тыквы очень разные и я выбрала вот такие две это уже стандартная тыковка во всех магазинах в принципе продается ее надо вот хорошо отмыть но я ее взяла потому что она маленькая я буду готовить тыквенный пирог он будет на основе манки попробую буду готовить первый раз если вам интересно присоединяйтесь ко мне смотрите здесь у меня 500 грамм манки также нам понадобится 10 грамм разрыхлителя пол литра кефира щепотка соли 200 грамм сахара два яйца 100 миллилитров подсолнечного масла и тыква тыква у меня размороженного лучше брать свежую здесь у меня и натертая тыква и вот такими вот кусочками по рецепту нужно брать 800 грамма но у меня здесь всего лишь 300 я думаю что ничего страшного и не случится этого будет достаточно а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 1 чайная ложка соли 200 грамм муки 1 чайная ложка разрыхлителя после того как все вы это перемешайте перемешайте добавляете 200 грамм натертого сыра у меня ламберна я бы его заменила на сулугуни или например моцарелла до моцарелла для пиццы на сковородку добавьте чуть-чуть масла и вы выложите всю приготовленную смесь в сковородку полностью распределите и готовьте так на медленном огне около 10-15 минут под крышкой после того как одна сторона приготовиться переверните на следующие также накройте крышкой и 10 минут готовьте все хачапури готова приятного аппетита я надеюсь вам этот рецепт понравится так мы посадили еще сереже несколько сосен и елочь елочку одну вот здесь одну елочку посадили также вот здесь одну сосну вот это в прошлом году посадили это в этом вот такая вот нас здесь аллея будет не аллея конечно же в общем решили вы здесь посадить хвойное растение березы вот эти со временем мы уберем также сейчас может быть мне плохо будет слышно сереже там в машине убирает поставил он окна видите мы еще когда у нас трехкомнатной квартире мы убирали эти окна меняли эта квартира еще долго стояла соответственно сейчас очень сложно убирается эта пленка с окон но мы нагреем наверное ее уже по весне или летом и уберем сереже даже окна помыл так что у нас здесь дверь окно стоит как-то так это все выглядит так пойдемте я покажу еще мы три сосны посадили вот одна сосна это береза тоже со временем мы ее уберем вот и вот здесь вот такие вот две небольшие сосны вот здесь папоротник растет также туя папоротник и две сосны вот здесь будет сережа убирает друзья я постараюсь найти потому что спрашивали в комментариях как называется вот эта декоративная капуста я честно говоря уже забыла но по видео обязательно посмотрю вспомню как она называется действительно очень классная всех восторгить она такая плотная прям хорошая на такой большой вот ножки видите и когда в конце октября мы с друзьями собирались вот то я положила на стол маленькие тыквы ну-ка украшала таким образом стол и также одну вот такую вот капусту было очень красиво вот а еще друзья на следующий год я решила что я под вот эту щебенку положу нормальный укрывной материал потому что вот я замечаю то что вот здесь укрывной лежит не растет трава вот там возле забора тоже не растет трава а именно растет здесь возможно то что мы можем какую-то землю сюда принести но сейчас найду место и покажу какой же укрывной материал у нас здесь лежит мне кажется из-за него может прорастать трава и даже если она где-то сеется то она очень сильно врастает здесь уже не видно на здесь вы не увидите он знаете такой даже немножко как на войлок что ли похож необычно вот это черный плотный сейчас по моему меня здесь где-то лежал кусок да его не видно вот видите вот такой вот и мне кажется из-за этого очень сильно трава растет потому что больше нигде так не растет говорят то что сквозь черный этот укрывной материал прорастает трава но ничего подобного вот здесь смотрите не растет трава видите корой замульчирована хотя многие я знаю судоводы против но не знаю вот сколько лет и все нормально вот здесь например у меня просто до тонким слоем коры замульчирована но травы на самом деле вот смотрите сколько много следующем году буду тоже здесь закрывать черным укрывным а вот здесь я щепой присыпала лаванду лаванду вырастила из семян надеюсь что перезимует вот такая вот красавица вот здесь у меня две одна вторая то не такая пушистая и еще возле декоративной капусты тоже растет вот смотрите посмотрим как она перезимует вот раз и вот два пахнет конечно но если листочек сорвать запад запах потрясающий класс так что вот такие у нас дела что я еще сделала обрезала гортензию потому что вот когда снег выпал на тех выходных он же такой у нас еще дождь шел и даже гортензии некоторые деревья были во льду конечно шапки какие-то сломались поэтому я решила на зиму срезать гортензию и также обрезала на одну треть наверно малину здесь тоже убралась листья убрали 6 мешков листьев было так что вот так вот вот такие вот дела друзья сейчас пойду готовить кушать а кстати не помню говорила я вам или нет наверное нет я тут подумала ну наверное это не следующем году будет может через год я хочу наверное убрать вот эту клумбу вообще и вот эту всем всем нравится дорожка вот эта деревянная ну по крайней мере многие пишут но я хочу наверное убрать и полностью здесь все плиткой заложить потому что сюда я могу посадить только растение которое на зиму срезать нужно и соответственно вот сейчас она некрасиво выглядит все почему потому что у нас снег падает с крыши и соответственно когда у меня здесь росла сирень она постоянно ломалась поэтому ее пришлось убрать отсюда вот и пусть будет здесь какая-то площадка просто заасфальтирована и можно будет здесь например ту же самую качелю кокон поставить либо но обычную садовую качелю вот чтобы как-то попроще было здесь и поаккуратней многие конечно знаете там пишут вот и сяна у вас то не так это не так многие пишут что татьяна у вас все замечательно все хорошо но вот у нас знаете вот мы сереже даже покупаем растения нам очень хочется елочки посадить там розы и все остальное но мы постоянно вот у нас руки чешутся потом постоянно мы думаем куда же посадить куда же посадить потом что-то пересаживаем ну вот так вот на какой-то знаете ландшафт и дизайн у меня наверное просто не хватает воображения вот все на все что хватает вот вы видите все на этом все ограничивается нанимать кого-то ну как-то вот не получается делаем как как есть молодцы что вообще делаем так что да мне кажется с хвойными растениями участок весной и осенью будет все-таки более зеленым выглядеть по веселее будет друзья это видео хочу закончить нашей старой заставкой точнее она самая первая была можете посмотреть как раньше все выглядело на участке какие были растения маленькие ну а я буду с вами прощаться обязательно увидимся с вами в новых роликах до новых встреч всем пока 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 пока